Добрый день! В эфире CBC передача за Каспием. О самых актуальных темах по ту сторону Каспия расскажем прямо сейчас. Ну и в начале выпуска некоторые из главных тем. Президент Азербайджана Эльхам Алиев и президент Кыргызстана Садыр Джапаров посетили освобожденные территории Азербайджана. Главы государства смотрели разрушения в Физулии и приняли участие в открытии после реставрации Агдамской джума-мечети. Азербайджанская Международная Ассоциация Автомобильных Перевозчиков Абада и Национальная Ассоциация Перевозчиков Трупногабаритных и Тяжеловесных Грузов Казахстана подписали меморандум о продвижении Среднего Коридора. Символ дружбы, братства и единства в Баку при участии президентов Азербайджана и Кыргызстана открыт памятник великому сыну кыргызского народа, писателю Чингизу Айтматову. Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Кыргызстана Сады Джапаров прибыл в Физулинский район. Там его встретил президент Ильха Малиев. Главы государства смотрели разрушенные места в Физулии и ознакомились с генеральным планом города и с работами, проводимыми во дворце Панахалихана и комплексе Имарет в Агдаме. Президенты приняли участие в открытии после реставрации Агдамской джума-мечети. Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном успешно развиваются. За последнее время заметно возрос товарооборот между странами, что свидетельствует о растущих экономических связях. А создание пятилетней программы сотрудничества подтверждает серьезные намерения обеих стран в углублении партнерства. Продуктивные встречи в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева и Кыргызстана Садыра Жапарова показывают, что отношения двух стран находятся на подъеме. Заметно растет товарооборот, реализуются совместные проекты, а также поощряются взаимные инвестиции. Кроме того, две республики реализуют пятилетнюю программу развития сотрудничества. Она включает транспортно-логистическую сферу, информационно-коммуникационные технологии, образование, туризм и многое другое. Отношения Азербайджана и Кыргызстана сегодня переживают небывалый подъем. Товарооборот заметно растет. Так, в 2023 году товарооборот Азербайджана и Кыргызстана вырос более чем в 6 раз, до 65 миллионов, к показателю 2022 года. При этом экспорт Азербайджана в Кыргызстан вырос в 12,5 раз. В частности, Кыргызстан имеет огромное значение для Азербайджана с точки зрения реализации продуктов нефтяного производства. По итогам января-февраля 2024 года Кыргызстан вошел в пятерку импортеров нефтяной азербайджанской продукции. В свою очередь, Бишкек. Проявляет интерес к транспортно-логистическому проектам, глобальной инициативе «Один поезд, один путь», реализующимся в том числе на территории Азербайджана. Это открывает для нас еще один транспортный коридор в Европу. Также не стоит забывать, что недавно был создан Азербайджанно-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 25 миллионов долларов. Ожидается, что фонд со штаб-квартиры в Бишкеке будет инвестировать в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане. Участие в транспортных проектах предоставляет Бишкеку возможность расширить свой доступ к мировым рынкам для собственной продукции, включая увеличение объемов товара оборота с Азербайджаном. Очевидно одно – Бишкек и Баку не собираются останавливаться на достигнутом, а намерены и дальше расширять сотрудничество. Другим темам. В эти дни с визитом в Астане находится министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Британский политик провел переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртле. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Экс-премьер Соединенного Королевства бы чекнул, что Казахстан остается важным партнером в Центральной Азии. О чем еще говорили главы МИД Казахстана и Великобритании в материале Ратмира Ибраева. В последний раз Дэвид Кэмерон был с визитом в Астане 9 лет назад, будучи премьер-министром Великобритании. За это время у двух стран сложились крепкие доверительные отношения. Сейчас в центре внимания заключение соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Эксперты отмечают, что документ откроет новую главу в двусторонних отношениях Астаны и Лондона. Сегодня товарооборот между Казахстаном и Великобританией ежегодно превышает отметку в 1 миллиард долларов. В целом Британия входит в десятку главных инвесторов казахстанской экономики. Наряду с привлечением передовых технологий в нашу страну были обсуждены вопросы развития важнейшего научно-исследовательского потенциала. В прошлом году двусторонний товарооборот составил больше 1 миллиарда долларов. За 20 лет объем прямых британских инвестиций достиг 17 миллиардов долларов. В прошлом году инвестиции из Великобритании в казахстанскую экономику выросли на 20 процентов и составили 795 миллионов долларов. В настоящее время около 600 предприятий, созданных с участием капитала британского бизнеса, вносят свой вклад в развитие страны. Перспективным направлением партнерства между Лондоном и Астаной станет совместная добыча, переработка и создание инновационных производств. Из полезных ископаемых планируется заключить соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, работа над которым продолжалась порядка 6 лет. Активно развиваются партнерские отношения и в образовательной сфере. Всего за годы независимости Казахстана только по международной программе «Болошак» обучение в британских университетах прошли больше 5000 казахстанцев. Среди намеченных планов открытие филиала университета Ковендри в Казахстане. Мы здесь для того, чтобы вновь заявить, что у вас есть возможности для партнерства с нами. И это будет взаимовыгодное сотрудничество. Центральная Азия – важный регион на стыке России, Китая, Ирана, Афганистана. У региона много глобальных вызовов. И для нас важно сказать, что Великобритания хочет быть вашим партнером. В части развития – образование, торговых отношений, борьбы с изменением климата и другим вопросам. Визит Камерона в Центральную Азию начался с Таджикистана, где глава британского МИД встретился с президентом Эммали Рахмоном. Также министр посетит Узбекистан, Кыргызстан и Турпинистан. Такая продолжительная поездка по региону, по мнению экспертов, показывает, что Великобритания начала проявлять повышенный дипломатический и политический интерес в Центральной Азии. Ратмир Убраев, CBC, Казахстан. Ратмир Убраев, CBC, Казахстан. Ратмир Убраев, CBC, Казахстан. Инновации в сфере IT и их применения для целей устойчивого развития – главная тема конференции. Подробнее материали Ратмир Убраева. В эти дни в штаб-квартире экономической социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН собрались представители больше 60 государств. Как отметили на конференции, IT-сфера в странах Азии и Тихого океана развивается неравномерно. Ну а Казахстан, в свою очередь, лидер по предоставлению онлайн-услуг в СНГ, занимает восьмое место во всем мире. Новые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные и машины обучения, меняют правила игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов. Президент Касымжо Мартукаев стремится превратить нашу страну в центр информационных технологий. Для нас технологическое развитие – это не сама цель, а эффективное средство улучшения жизни граждан и делового климата. К слову, сегодня 90% государственных услуг жители Казахстана могут получать, не выходя из дома в онлайн-формате. Большой интерес у зарубежных коллег вызвал запуск и работа электронного правительства. Сегодня мы показали наши наработки о том, как мы оцифровали государственные услуги, как мы применяем космический мониторинг для выявления различных отходов сельскохозяйственных земель. Это всё очень актуально для стран Юго-Восточной Азии, потому что многие из них являются как раз-таки сельскохозяйственными странами. Также показали продукт наш – цифровая карта семьи, где мы используем данные во благо социального повышения уровня благосостояния семей. Говорили на конференции о глобальных проблемах, последствиях изменения климата и его влиянии на развитие всех отраслей экономики. Для сохранения экологии нужно объединяться и внедрять цифровые инновации, вывод которому пришли участники сессии. Многие из этих тем будут затронуты и на 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, КОП-29, которая пройдёт в ноябре в Баку. Также осенью в Астане состоится первая в истории цифровая конференция участника, который рассмотрит внедрение диджитал-технологии. Соответствующее соглашение подписали представитель цифрового министерства Казахстана и председатель ЭСКАТа по итогу первого дня мероприятия. Там же обсудят вопрос открытия Центра цифровых решений ООН в Алматы. Ратмир Ибраев, СБС, Казахстан. Изменения в мировой политической и экономической структуре стимулируют переход к многополярному миру, где формат БРИГ сыграет ключевую роль. Об этом заявил президент Международной организации евразийского сотрудничества Дмитрий Стасюлис, который подчёркивает необходимость равноправного сотрудничества. В мире наблюдается значительное изменение в политической и экономической структуре, где однополярный порядок уступает месту многополярному миру. Такое мнение высказал президент Международной организации евразийского сотрудничества Дмитрий Стасюлис в рамках Международного бизнес-форума «Мир возможностей» в Дубае. По его мнению, это оказывает влияние на деловую среду, а также на атмосферу сотрудничества. Один из ключевых ответов на эти вызовы – формат БРИГС, который не только представляет экономический клуб, но и стремится к более глубоким отношениям. Возможно, в будущем он превратится из простого объединения в организацию с чёткими правилами и уставом. Коснулся Стасюлиса инициативы Большого евразийского партнёрства. БЕП – это такой стратегический, внешнеполитический, флагманский проект России. И вот как раз это тоже такой уникальный ответ, уникальный ответ России, президента России на вызовы времени, когда в рамках БЕП мы можем соединить в этом едином большом контуре различные интеграции и государства для вот уже как раз равноправного и справедливого сотрудничества. Плечевой фактор БРИГС состоит в выстраивании всех отношений на равноправных условиях. В нём нет единой доминанты, а решения проблем достигаются с помощью консенсуса. На данный момент остро стоит вопрос о создании международной резервной валюты. Её планируют применять в мировой торговле. Неоднократно поднимался вопрос о проблемах международных расчётов, в том числе связанных с введением незаконных санкций. И вот как раз в рамках Большого иразийского партнёрства БРИГС, мне кажется, мировое большинство как раз и должно разработать вот эти инструменты, механизмы, которые позволят беспрепятственно торговать, путешествовать, проводить культурный обмен. Сейчас БРИГС – это около 40% населения мира и более четверти мирового валового продукта. С учётом расширения на Союз будет приходиться около половины населения мира. И он будет включать трёх крупнейших мировых производителей нефти – Саудовскую Аравию, ОАЕ и Иран. Сабина Мурадова, CBC. Новый контрольный пропускной пункт появится между Китаем и Кыргызстаном. КПП появится в течение текущего года на юго-восточном участке границы Кыргызстана. Он свяжет Синьцянь-Уйгурский автономный район Кайнерсы и Сыкульской области Кыргызстана. По мнению двух сторон, благодаря этому КПП Бишкек и Пекин получат возможность увеличить экспортные и импортные возможности. Увеличивается объём поступающих грузов из Китая. Между Китаем и Кыргызстаном появится новый контрольно-пропускной пункт. Располагаться он будет на границе Синьцянь-Уйгурского автономного района и юго-восточной части Кыргызстана. Он свяжет Поднебесную с Сыкульской областью Кыргызской республики. Проект уже одобрен Госсоветом КНР и Кыргызским Кабмином. Его реализацию страны считают приоритетным направлением текущего года. Для Кыргызстана Китай – это главный торговый партнёр и поставщик товаров номер один. По данным Национального статистического комитета, за прошлый год импорт из Китая в Кыргызстан превысил 3 миллиона 700 тысяч долларов. Из Поднебесной Кыргызстан привозит для своего рынка бытовую технику, транспорт. В частности, по столице циркулирует экологически чистый вид транспорта. Это автобусы, работающие на газе, приобретённые у Китая. Также кое-что покупается для нужд армии, для лёгкой промышленности, продукты питания. Часть из купленного остаётся на отечественном рынке, а часть экспортируется на рынки стран СНГ и Европейского Союза. Весь этот грузопоток сейчас обеспечивают два контрольно-пропускных пункта – Иркиштан и Туругард. До 1 марта текущего года они работали по 14 часов ежедневно. Для того, чтобы нарастить товарооборот, явно нужны дополнительные пропускные мощности. Мы нацелены на развитие транспорта, логистической инфраструктуры, снятие ограничений, мешающим торговым обменам созданию взаимовыгодных условий в торговле. Мы хотели бы расширить наши возможности и перейти с вами на ежедневный круглосуточный режим работы указанных КПП в режиме 24 на 7. Эксперты уверены, дополнительный контрольно-пропускной пункт принесёт Кыргызской республике дополнительные доходы в виде таможенных сборов. А кыргызские предприниматели смогут быстрее и дешевле доставлять товары как из СУАР, так и в него. Тем более, что руководство округа уже заявило, они хотят увеличить загуб сельхозпродуктов у Кыргызстана. Велика вероятность на прилегающих к КПП территориях открытия крупного логистического рынка типа Хоргаса. А это уже сотни новых рабочих мест, что крайне важно для населения из Сыкульской области. По свежим данным на Статкома, безработными в этом регионе числится минимум 6 тысяч человек. Сегодня, когда идёт деглобализация, и мир идёт многополярному миру, думаю, что открытие ещё одного пункта Бидель между Кыргызстаном и Китаем позволит расширять наше экономическое сотрудничество. Ведь правду говорят, что у нас нет выхода к морю, океану. Китай для нас это целый океан. Поэтому чем больше будет открыт КПП между нашими странами, тем больше будет сотрудничество, тем больше мы найдём точек соприкосновения в экономике. А после экономики уже можно решать, после развития экономики, можно решать уже и социальные вопросы. Ну и вообще, скажем так, географический ландшафт, он всегда должен соответствовать политическому ландшафту. Поэтому раз у нас Китай находится рядом, мы с ним граничим, конечно, мы должны сотрудничать. Это совершенно естественное явление и в природе, и в политике, и тем более в экономике. Благоприятный КПП Бидель скажется и на экономике Китая. Через него КНР получит более короткий и менее затратный автомобильный выход страны Центральной Азии. Сможет активизировать торговлю в своём Аксюзском районе. Суд отметит, что территория современного Синьцзанью и Курского автономного района в древности была одной из основных веток сухопутного Великого Шёлкового пути, которая связывала земли нынешней Центральной Азии с КНР. Однако, чтобы ККП оправдал себя в сегодняшних реалиях, необходимо подвезти к нему автомобильную дорогу с высокой пропускной способностью. Проект уже обсуждается на официальном уровне. Проляжет этот путь от населённого пункта Борскон, это побережье Сыкуля, до города Аксу, Суар, КНР. Екатерина Токамбаева, Мухтарулу, Умурбек. Специально для СБС из Кыргызстана. В Баку состоялось соржественное открытие памятника выдающемуся кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. В церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Кыргызстана Ильхам Алиев и Сады Жапаров. Президент Азербайджана отметил вклад Айтматова в литературу и национальную идентичность, который позволил его творчеству быть уважаемым в Кыргызстане и Азербайджане. Глава государства вспомнил свою встречу с писателями и выразил уважение к его гражданской позиции и преданности корня. Президент Кыргызстана отметил, что установка памятника кыргызскому писателю в Баку символизирует глубокие связи между народами двух стран и представляет собой важный шаг в сохранении исторического наследия и укреплении дружественных отношений. Ну а тему мы продолжим с гостем и поговорим о значимости открытия памятника для двух стран. На прямой связи со студией Оскар Айтматов. Господин Айтматов, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот открытие памятника, как мы отмечали, это еще один символ дружбы между Азербайджаном и Кыргызстаном. Если говорить о дружбе двух стран, то какая история вот у дружбы этих двух стран? Что их объединяет помимо культуры и литературы? Пожалуйста. Ну прежде всего хотел бы приветствовать всех зрителей, слушателей канала CBC. Спасибо. Это, по-моему, уже моя вторая встреча, второе интервью на вашем телеканале. Первое было где-то года два назад. Рад новой встрече. Визит, который, насколько понимаю, только что закончился, был важным, рубежным в наших отношениях с братской стороной Азербайджаном. Ну, для меня, естественно, особое значение имело то, что в рамках визита состоялось открытие памятника Чингизу Айтматову. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии памятника подчеркнул, что он является символом дружбы, единства, братства между двумя нашими странами. Господин Азербайджан, вы, если это слышите, я перейду ко второму вопросу. Мы знаем, что в прошлом году в честь столетия общенационального лидера Азербайджана, Гейдара Алиева, Бишкеки и во многих других городах и столицах стран Центральной Азии не только проводились мероприятия в честь столетия. И мы знаем, что очень тесная дружба была между Чингизом Айтматовым и общенациональным лидером. И вот хотелось бы именно от вас услышать, как бы вы могли прокомментировать и что бы вы могли сказать о дружбе Чингиза Айтматова и Гейдара Алиева. Мне отец рассказывал о том, что они у них дружат с Гейдаром Алиевым. Гейдар Алиев был яркая, заметная личность в советском политическом эстеблишменте. Он был известен тем, что всегда поддерживал, заботился о деятелях культуры и искусства. Он, отец, сгордился тем, что у них сложились дружеские доверительные отношения с Гейдаром Алиевичем. Они достаточно часто встречались, общались друг с другом на различных форумах. И я с самой молодости также пропитался уважением к азербайджанскому лидеру. Позже у меня была возможность лично с ним познакомиться, несколько раз, пускай на короткие пообщаться. С ним в прошлом году очень широко отмечалось столетие Гейдара Алиевича. Когда я находился в Балаку во время одной из конференций, я сказал, что по величине своей личности, по тому, что он сделал для Азербайджана, он мне напоминает таких великих деятелей мирового масштаба, как Черчилль. Я представляю себе то, что Гейдар Алиев значит для Азербайджана. Гейдар Алиев основатель независимого азербайджанского государства. И он начал процесс реформ поступательного развития страны. Этого совета переделал Ильхам Алиев. Ильхам Алиев принадлежит огромная заслуга перед лицом истории, перед лицом азербайджанского народа. Это окончательное решение арабахской проблемы. В целом, конечно, династия Алиевых, отец и сын, они сыграли выдающуюся роль в истории современного Азербайджана. Они являются предметом гордости не только Азербайджана, но и всего террористого мира. Да, действительно, господин Атматов, это был выдающийся вклад, который в итоге сейчас мы видим. Эти плоды сейчас и дружба между Азербайджанами, со странами Центральной Азии. Мы хотим вас вновь и вновь поблагодарить за то, что вы подключились к нам, за то, что рассказали и поделились с нами. На прямой связи со студией был сын выдающегося писателя, ченгиза Айтматова, Аскар Айтматов. Спасибо большое, господин Айтматов. До свидания. Всего доброго. В Баку проходят Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. В рамках мероприятия в центре Гейдара Алиева открылась выставка Национального музея истории Кыргызстана, шедевры древнего искусства. А также состоялся гала-концерт с участием деятелей искусства из Кыргызстана. Многовековая история и культура Кыргызстана – это часть общетюрского наследия. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с выставкой Национального музея истории Кыргызстана. Экспозиция шедевры древнего искусства открылась в центре Гейдара Алиева. Национальный музей истории Кыргызстана – один из самых больших в регионе Центральной Азии. Здесь представлены экспонаты, относящиеся к различным коллекциям музея. Самые интересные относятся к ранекочевой, сакской культуре и периоду великого переселения народов. Золотые изделия из покребальных курганов, Чуйской долины, артефакты скифа сибирского мира, традиционная техника щабяка, словно рассказывают нам о вкладе древних мастеров в сокровищницу мировой культуры. Многое из того, что выставлено в центре Гейдара Алиева, впервые представлено за пределами Кыргызстана. Первый раз – Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. Поэтому мы подготовились очень серьезно. У нас проходят дни недели культуры Азербайджана в самом центре города Баку. Сейчас у нас будет гала-концерт, подготовленный для открытия концерта. И выставки, и выставки мод, показ мод, и встреча интеллигенции. И вчера было открыто Дни кино, своим новым фильмом наши режиссеры презентовали, на хорошем уровне прошло. Гала-концерт в честь открытия Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане предварял показ мод талантливой художницы и дизайнера Дильбар Ашумбаевой. Этномодельная коллекция представляет из себя взгляд дизайнера на традиционную одежду кыргызов и одеяние степных народов в Центральной Азии. Сам гала-концерт вобрал в себя обширную двухчасовую программу деятелей искусств Кыргызстана. В числе прочего была представлена композиция «Саламдашу» – импровизированное приветствие акынов на кыргызском и азербайджанском языках, что наглядно подтвердило историческую близость двух народов. Гуманитарная сфера в двухсторонних отношениях между странами очень важна. Республика Кыргызстан впервые представляет в Азербайджане свою культуру. Программа мероприятий яркая и разносторонняя. Сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном в сфере культуры проходит достаточно успешно. Наши коллективы, театры активно участвуют в проходящих в Кыргызстане фестивалях и форумах. Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане продлятся до 26 апреля. Зарешится программа финальным концертом на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Это были все актуальные новости по ту сторону Каспия. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok